ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Поэтому во Дворце Независимости даже отдельный зал для приема послов есть. Любой желающий здесь может побывать. Достаточно записаться на экскурсию. Но сегодня здесь флаги шести государств. Ирака, Никарагуа, России, Руанда, Саудовская Аравия и Сьерра-Леона. Кстати, дата церемонии выбрана не случайно. Это подчеркивает и сам президент. Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты. Дня Победы и кануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчерпаемое бедствие всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части мирное население. По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей. Настоящий геноцид. Мы это помним. И в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах. Навоевались и натерпелись. В космической державе поднялись землянах. Мы стояли у истоков создания ООН и сейчас пытаемся выстраивать различные интеграционные проекты. В то время, когда у наших западных границ мировые гегемоны строят новые военные базы. Казалось, перед угрозой мировой пандемии человечество должно было бы сплотиться. А нет. Это стало очередным инструментом грязной геополитической игры под личиной ковида. Мы не можем это игнорировать точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тысяч делегатов. Это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом Народная Веча показала также запрос общества, по крайней мере части нашего общества, на определенные перемены, в том числе общественно-политической жизни. Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это одинаково понятно и для большой России, и для небольшого латиноамериканского государства Никарагуа. От неоколонизаторов натерпелись Руанда, Сьерра-Леона и неподдатливый Ирак. Кстати, иракский посол недалеко стоит от дипломата из Никарагуа. Понятно, согласно алфавита, но еще и символично. В этих странах сильны антиамериканские настроения. Минск за диалог и экономические связи. Лучше же движение товаров и услуг, а не военной техники. Из шести приглашенных на встречу с главой государства послов, трое дипломатов представляют самые крупные нефтеносные государства мира. В Беларуси есть тоже, что предложить. Помимо товаров и услуг и диверсификации экспорта, это прежде всего стабильные геополитические отношения. Президент ждет от новых послов новых идей для развития сотрудничества. А их приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. А вот братья совсем рядом. И вся мировая политическая конъюнктура прям-таки подталкивает нас в объятия друг друга. Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей. На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее. И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против как будто ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов России или Беларусь, или одновременно России и Беларусь, вы знаете, что мы ответим. Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем. Искать взаимовыгодные решения с российской стороны доверили Евгению Лукьянову. В Минске он с 30 апреля. По службам списка дипломата, работа журналистом, банкиром, даже служба на благо отечества в Совбезе России. В последнее время между нашими странами активизировались совместные логистические проекты. Наши товары из прибалтийских портов идут в гавани Ленинградской области. Интересный факт. И нынешний посол до этого пять лет проработал дипломатом Прибалтики, а сам родом из Ленинграда. Всякое экономическое решение, оно основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, они любят тишину, предсказуемость, стабильность, отсутствие каких-то немотивированных скидываний в политическом контексте или политической сфере. Поэтому, если белорусским партнерам выгодно работать через спорты Российской Федерации, мы будем только рады. Тем более, что наша программа перевода транзита на национальные мощности, она началась уже 21 год назад. Первый камень в услуге был заложен, и я имел счастье там присутствовать, в 2000 году. Поздравляя послов с официальным началом дипломатической миссии Беларуси, президент отметил векторы для сотрудничества с каждым из государств. Уважаемые послы, ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. Очень рассчитываю, что каждый из вас обогатит наше сотрудничество новыми заметными достижениями и, познакомившись с нашей страной, полюбит ее по-настоящему. Со своей стороны хочу заверить, что мы открыты к совместной работе на равноправной и взаимовыгодной основе, в духе дружбы и уважения. От всей души желаю успехов в вашей ответственной дипломатической миссии, интересной и плодотворной работы на благо наших стран и народов. А затем лично побеседовал с дипломатами. Конечно, мы смотрим вперед с надеждой на более тесное сотрудничество между нашими странами. Мы готовы к самому плотному, глубокому сотрудничеству с вашей страной. Мы это демонстрировали до известных, давно до известных событий, происшедших в Ираке, готовы и сегодня. Уважаемый господин президент, я хотела передать привет от нашего народа, Никарагуа, от нашего правительства, от нашего командана Даниэла Уртега, а вице-президент Русарио Мурио и все наши страны, которые стремятся за мир, с его семья. Спасибо большое Даниэлю, самое теплое поздравление. Надеюсь, что мы выстроим хороший фундамент наших отношений. Фундамент – это экономика. В политике у нас все нормально. Благодарю. Спасибо. Во многих странах с Минском знакомы еще с Советского Союза. И сейчас у нас учатся студенты из Африки и Азии. А в этих странах готовы учиться у нас высоким технологиям и науке земледелия. В нефтеносной Саудовской Аравии к дождю относятся трепетно. И сегодня видят в этом хороший знак. Желаю вам, вашей семье и народу Республики Беларусь мира и процветания. Я, безусловно, рад быть здесь сегодня. У нас есть поверье. К счастью, когда идет дождь. Это хороший знак для наших двусторонних отношений в будущем. Евгений Пустовой, Сергей Васильевич, СТВ. Редактор субтитров А.Семкин